Всем привет! С вами снова Илья. Это прогноз криптовалютного рынка на 1 мая. Итак, май у нас открывается не самым удачным образом для криптовалютного рынка. Биткоин на данный момент снижается уже до 57 700 долларов. Причем в моменте он был даже уже вплотную к 57. Посмотрим, чего можно ожидать далее в среднесрочной, долгосрочной перспективе. И также рассмотрим несколько альткоинов, по которым, спойлер, правда, сейчас особо интересных ситуаций нет. И даже несмотря на солидное падение по некоторым из них, активно откупать может быть еще немного преждевременно. Итак, но прежде всего, 33 раза ровно я вам повторял одно и то же из видео видео, что лучше бы иметь хеджирующую шартовую позицию по биткоину. И, в общем-то, я думаю, каждый, кто воспользовался так или иначе этим советом, сейчас понимает, насколько легче ощущается текущее снижение, если у вас есть хеджирующий шорт по биткоину, или если у вас, например, есть лонговая позиция по BTC FreeS. Да, вот если вы так или иначе как-то немного подстраховались от исхода событий, которые мы сейчас на данный момент видим, то не скажу, что это прям принципиально меняет там ваше положение с криптовалютным портфелем, но он переносится намного спокойнее. То же самое, в принципе, ощущаю сейчас и я. В падении, ну, достаточно сильном, что ли, по меркам криптовалютного рынка, 62 500 долларов, которые мы видели вчера, после того, как вынесли приговор основателю Binance в тюремном заключении сроком на 4 месяца, то есть регуляторы, не регуляторы, вообще принцип права системы дает понять, что они, ну, очень трепетно будут относиться к регулированию криптовалют, так скажем. После этого мы увидели снижение практически на 5000 долларов и с каждого биткоина, который вы захеджировали в рамках движения, которое у нас было вот здесь вот в боковике, с момента, когда мы начали об этом упоминать, это было, по-моему, около 25 что ли марта, с тех пор от средней цены входа, я уже посмотрел, за каждый биткоин около 10 тысяч долларов и не сказать, что, опять же, это прям критически большая сумма, которая покрывает убытки от портфеля, но придает гибкости. Рассмотрим сейчас среднесрочные дальнейшие перспективы, после этого подумаем, что нам с этим всем мероприятием делать. Во-первых, биткоин, значит, он у нас, если выражаться техническим языком, из такого кривого, нисходящего клина, либо, в принципе, консолидации вышел вниз и вышел он, ну, не сказать, что сильно импульсно, то есть обычно, если рынок хотят именно отпустить, если уже позиции все распроданы, как правило, вылетает быстрее, не мне вам об этом рассказывать, вылетает там тысячная сразу 10, а может быть и 15, и мы просыпаемся уже с осознанием того, что у нас новая реальность медвежьего рынка. Вот, сейчас же выход у нас сильный, но не сказать, что какой-то критический, поэтому нередко в текущей ситуации мы будем видеть локальный, подчеркиваю, отбой, уже недалеко от текущих отметок. То есть похожие структуры мы видели уже часто на альткоинах, как правило, выход там проходит в несколько этапов, то есть формируется уже какой-то минимум, скорее, локальный, опять же, локальный минимум уже, скорее всего, сформировался, там можно на каком-нибудь там 15-минутном графике, наверное, его увидеть. Да, вот, например, там 57 тысяч долларов. После этого формируется сначала небольшой отбой, для того, чтобы показать, что рынок уже готов к отбою. После этого один, два, иногда три раза формируется вот такая похожая структура, и после этого уже идет полноценный отбой именно от дна, который мы в моменте достигаем. То есть я думаю, что вот уже мы на этапе как раз-таки близки к первому дну вот этому. Поэтому, в принципе, все как бы не так страшно, если говорить про именно ситуацию на биткоине среднесрочную и долгосрочную. Но, опять же, этот локальный отбой, даже если он состоится, вряд ли он будет очень сильным. И, помимо всего прочего, он еще и не гарантирует то, что мы снова возвращаемся в какое-то продолжение роста и идем там снова к каким-то верхним границам. Помните, мы с вами обсуждали и два видео назад, и в предыдущем видео, что рынок у нас формирует, видите, вот такие вот нисходящие ценовые уровни. И зачастую такой отбой, если рынок все-таки сейчас находится на стадии сдутия, он будет формировать как бы вот такой вот новый максимум там на отметке, например, 60-62 тысячи долларов и снова будет рисовать похожую структуру. Поэтому здесь, если и загадывать какой-то отбой, то на него очень большие надежды не возлагаем. Теперь давайте посмотрим, что у нас по более краткосрочной перспективе. Здесь мы, отметку, которую я многократно вчера обводил, ну от нее сначала отбивались, но после этого за сегодняшний день ушли значительно ниже. А это означает, что уровень уже не актуален. В принципе, его можно убирать. 60 тысяч 800 долларов я имею в виду. И здесь, опять же, если мы смотрим на локальную ситуацию, так, хочу еще это все убрать. Если мы смотрим на локальную ситуацию, то здесь у нас тоже клинообразная структура. У клинообразной структуры тоже есть определенные как бы правила дальнейшее поведение. Мы увидели, что сначала был ложный выход наверх, тот самый, который мы рассматривали вчера за вот этот вот хай в 64 тысячи долларов. После этого рынок у нас пошел вниз. Скорее всего, мы должны ориентироваться на высоту фигуры плюс-минус, потому что был как бы пробой, был, вероятно, истинный пробой. И после этого мы увидели после ретеста уровня очередное снижение. Для нас это означает примерно следующую картину. Смотрите, высота где-то 5100. Из 5100 мы уже прошли 4500. То есть, если по фигуре судить, то должен быть отбой локальный где-то от 56500. То есть, что-то вот такое примерно. И после этого рынок должен взять какую-то передышку. Но проблема даже заключается в том, что сейчас еще среда. То есть, если бы, например, была пятница или вообще какой-нибудь выходной день, то мы бы могли говорить о том, что как бы пробойные идеи и идеи вообще, в принципе, продолжения движения, они здесь ослабевают. Но в среду, как правило, это все в самом разгаре. Поэтому морально нужно готовиться, на самом деле, к худшему. Теперь, что делать вообще с хеджирующим шортом, да? Если бы его открывали или, например, с инструментом волшебным, который мы пару раз разбирали. Это BTC Free S. Назовем это так. Итак, значит, первый инструмент. Ну, начнем с трес, потому что мы его раньше разбирали. Здесь у нас есть вот такой вот небольшой отбой. Напомню, что это инструмент, который просто имитирует открытие шортовой позиции с третьим плечом. В итоге у нас, видите, технически его анализировать нет никакого смысла. Потому что здесь у нас там очень сложная формула. По-моему, логарифмическая или какая-то такая. И, ну, в общем, судить не о чем. Просто посмотрим на то, что с ним можно сделать. Значит, на данный момент 24. Средняя цена входа, я полагаю, у вас будет где-то около 20-19. Примерно так. То есть он сейчас выходит там процентов, наверное, в 20. Возможно, чуть больше или чуть меньше. В этом случае я бы, возможно, даже рассмотрел какую-то частичную фиксацию возле текущих цен для того, чтобы немного высвободить кэш. И этот кэш пока просто попридержал. На случай, если будет более сильное снижение, я бы добавлялся в альты. Аналогичная плюс-минус ситуация с хеджирующим шортом. На самом деле там нужно быть более таким, как вам сказать, менее активным, что ли назовем это так. То есть если у вас шортовая позиция, то она, очевидно, с первым плечом, во-первых. Во-вторых, она еще не так много приносит в сравнении с, например, тем же третьим плечом со спотовым рынком. Потому что если мы здесь вообще ничего не зафиксируем, есть вероятность, что мы снова уйдем в этот боковик. А если этот боковик и там рынок будет продолжать движение в рамках бокового диапазона, то мы увидим еще и локальное снижение. И все это в совокупности будет нам не очень хорошую картину рисовать. То есть мы будем терять, даже если рынок будет находиться примерно на одном уровне. Поэтому здесь лучше фиксануть. Шортовую позицию я бы еще поддержал. Может быть, там вообще какую-то каплю фиксанул для того, чтобы просто там увидеть какой-то приход плюса на счет. И, скажем так, немного высободить кэша, если его вообще нет или если его мало. И, в общем-то, потом уже что-то придумывал. Ну а так, в остальных каких-то случаях, если кэш срочно не нужен, то я бы, наверное, его дальше оставлял. Потому что риски какого-то дальнейшего снижения, более активного и агрессивного, к отметкам, там, например, 52 тысячи или там около 48 тысяч долларов. То есть они присутствуют. И этот риск нужно хеджировать. Для этого, собственно, хеджирующий шорт мы и открывали. А здесь, с учетом того, что вся эта структура, вот эта вот вся структура, может оказаться зоной распределения. Мы, опять же, исходим из самого противного сценария. Если она окажется зоной распределения, то в итоге для нас это означает возможное снижение тысячам к сорока. В итоге, если это произойдет, то все эти шорты с каждого биткоина будут приносить тысяч тридцать. А это неплохо, во-первых. А во-вторых, все эти шорт позицию можно фиксануть. И в итоге перейти в альты, которые, очевидно, на таком сильном сдутии будут стоить, ну, совсем немного, прямо скажем. И это все нам немного поправит положение, даже в случае самого апокалиптичного сценария, который здесь возможен. И если мы морально к такому апокалиптичному сценарию будем готовы, то все остальное покажется, в принципе, позитивными сценариями. Поэтому здесь мы заботимся и о материальной составляющей, и о моральной составляющей, а значит, все неплохо. Вот, это примерно, что касается биткоина на текущий момент времени. Я долго про него говорил, потому что текущее снижение вангую для многих окажется, как бы, ну, таким неприятным моментиком. Теперь, давайте посмотрим на эфир. Здесь у нас, как вы видите, точное повторение, прямо-таки, структуры, которая была с 18 марта по 11 апреля. В итоге мы здесь видим еще вот такую вот волну снижения. Сейчас мы уже подходим, вроде как, к уровню 2.800, но в реальности это нам ничего не дает. Мы эти уровни уже видели, ничего интересного на них обычно не происходит. Мы, в общем-то, смотрим и загадываем 2.500, 2.600, как уровни следующего добавления. И, например, неплохим вариантом, кстати говоря, будет при снижении эфира к этим отметкам, то есть, соответственно, снизится и биткоин. Вот в этом случае можно попробовать частично покрыть шорт по BTC хеджирующий и взять немного эфира. То есть, это будет, ну, почти всегда в среднем плюсовое действие на дистанции. И, в принципе, у вас еще и будет эфир по относительно неплохой цене усреднен. Ну, и шорт тоже хеджирующий закрыт в плюс. Вот, это по эфиру. То есть, текущие отметки неинтересные. Они уже были интересные. Также 2.500, 2.600 в случае более сильного снижения, которое здесь вполне себе может быть. Здесь еще даже с точки зрения коррекции восходящего движения падать есть куда. Дальше. Значит, следующая монета это МНТ. По МНТ была трейдинговая идейка. Закрылась она по стопу. В итоге мы просматривали его по 1.10. И сейчас у нас МНТ падает дальше. Одна из монет, в которые почему-то всегда хочется немного вписаться и добавиться. Особенно после такого снижения. Не знаю даже, стоит ли здесь себя сдерживать. Но реальность такова, что нужно аккуратным сейчас быть. Потому что, с одной стороны, действительно, МНТ с момента предыдущего обзора уже потеряла около 22%. С другой стороны, биткоин в таком подвешенном состоянии, что может подупасть еще сильнее. Какой расклад лично у меня по МНТ и у вас, соответственно, он будет плюс-минус такой же, если вы набирали вместе со мной. У меня, в общем, первые сделки по ходу вот этого движения восходящего. Также у меня было добавление вот в этом диапазоне. У меня было закрытие по 1.35, по-моему. Добавление по 1.15. По-моему, еще кусок по 1.05, если я все правильно помню. И, в общем, примерно такая структура. Соответственно, по позиции до сих пор в плюсе. Даже по той, которая осталась, не считая вот этого вот закрытия. И я думаю, что я часто здесь буду все-таки в МНТ добавляться. Не знаю, хотелось бы, конечно, точнее, не хотелось бы видеть какого-то более сильного снижения. Но если оно будет, то, скорее всего, неинтересно добавляться по 0.8, интереснее 0.69. То есть, куда-то вот сюда примерно. Если мы подобьем вот эти вот уровни, то мы увидим очень неплохую цену, с которой потом также можно будет хотя бы какой-то минимальный отскок поймать. А это означает, что сделка в среднем, ну, практически всегда будет неплохой. По тону, ну, давайте посмотрим, он доковылял достаточно быстро до цен потенциального добавления. Это отметки 4.71, по-моему, которые мы рассматривали. На данный момент он прямо на этих отметках сейчас торгуется. Соответственно, нужно какое-то решение принимать. Давайте вместе его примем. Итак, смотрите, если у вас тон был закрыт по ходу движения цены, вы его, например, закрывали вместе со мной там, я уже не помню особо котировки, но, по-моему, закрытие было... Ой, 7 с чем-то... В общем, я помню, одно закрытие было ближе к вершине, было несколько закрытий по ходу вот этого вот движения, и здесь было добавление с последующим закрытием на отскоке. Соответственно, если вы делали так, то я думаю, что сейчас можно попробовать немного добавиться. Если же у вас, например, тон вы не закрывали по факту отскока, или вы его так и держите там с 2.60 и никаких действий вообще не предпринимали, то я думаю, что это, ну, текущее снижение можно свободно пропустить. С учетом того, что тон уже, ну, на довольно сильном уровне, часто, если биткоин прямо сейчас отскакивает, то он здесь тоже неплохо отскочит после того, как вот эти вот стопы соберет. Если же биткоин сейчас будет дальше рисовать не очень благоприятные паттерны, назовем это так, то, скорее всего, мы увидим 4 и, возможно, даже ниже 4. То есть вот эта вот вся структура, она будет зоной распределения достаточно сильной, и это все довольно быстро упадет. Вот, поэтому здесь агрессивные добавления, ну, я не прям сильно приветствую, но какую-то часть можно закинуть. Теперь доги, значит, не самая хорошая монета на снижение, она, точнее, не прям сильно стабильная, что ли, на каком-то падении рынка, но есть цены, по которым даже доги неплохо смотрится. В данном случае это цены около 10 центов. И если мы увидим действительно такое снижение, то есть если он сейчас пробьет уровень и пойдет еще дальше к отметкам около 10, то в большинстве случаев я здесь готов, опять же, немного закрыть хиджирующий шорт и докупить доги. Но это, опять же, будут очень небольшие цифры. А вот основная часть добавлений и основная часть вообще кэша, она будет в действии при более сильном снижении, назовем это так. То есть я напомню, что помимо хиджирующего шорта, который тоже приятную коррективу вносит в текущий рыночный расклад, есть еще и часть кэша около 30%. Я напоминаю, да, потому что на предыдущем снижении на 50% мы добавлялись лишь на 20% от всего капитала, ну или там, соответственно, на 40% от остатка. И вот это вот все, поверьте, я думаю, еще в скором времени пригодится. И если вы прямо сейчас думаете над тем, чтобы вписываться на все остатки вот на таком снижении, то я бы просто на вашем месте еще раз посмотрел на вот такой вот график и подумал, уверены ли вы, что ниже уже биткоин не упадет и что рынок чувствует себя комфортным при таком снижении. Если ответ положительный, то, конечно, пожалуйста. Но мой ответ здесь не совсем совпадает с таки. Вот и все. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что гриптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйся за то, что вы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения, с которыми вы решили не принимаете самостоятельно. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и пока.